МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доспехи, шлемы, булава. В Смоленске раскрыта кража изделий ручной работы на полмиллиона рублей. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 704 сообщения. Чрезвычайная обстановка в городе остается стабильной. Школьники города выявляют сильнейшую команду в мини-футболе. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. В 2018 году Смоленская станция юных натуралистов объявила областной заочный конкурс ландшафтных проектов «Цветы Победы», посвященный победителям в Великой Отечественной войне. Конкурс проводился по номинациям «Цветники у обелиска» и «Память Победы». Ученики школы номер 3 приняли активное участие в этом конкурсе. Подробнее в нашем сюжете. Десногорские школьники выбрали номинацию «Память Победы». Проект назвали «Память сердца». Во внутреннем дворике третьей школы они оформили две клумбы, разместили на них три композиции. «Вечный огонь», «Салют Победы» и «Нам этот мир» завещано беречь. Свой проект школьники посвятили памяти почетного гражданина Десногорска, ветерана Великой Отечественной войны Марии Егоровне Кузьменко. С 2009 года после смерти Марии Егоровны совместно со своим преподавателем Викторией Винокуровой ребята ухаживают за могилкой ветерана. В знак дани многолетней дружбы с участником партизанского движения на Смоленщине ученики 10-го и 11-го А-классов высадили цветы. Им помогали родители. Ребята сами разработали дизайн клумбы, выбрали материал композиции и рассаду цветов. Все лето они ухаживали за своим творением и в преддверии празднования освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков устроили презентацию для ветеранов Великой Отечественной войны и педагогического труда. Впервые за 70 лет вижу такое творчество у ребят. Причем оно не простое, а с каким-то идейным смыслом. Очень приятно осознавать, накануне нашего праздника Дня Смоленщины вы знакомите нас со своей такой работой. Иногда при встрече с учащимся очень часто мы произносим слова «патриотизм». Так что такое патриотизм? Вот он как раз выразился в вашей работе, в отношении к тем людям, которые дали нам мир. На торжественное собрание пришли друзья из других школ, чтобы по достоинству оценить достижения своих ровесников. Несмотря на свою молодость, школьники осознают значение победы нашего народа в Великой Отечественной войне и в сохранении памяти тех, кто завоевал свободу и мир для грядущих поколений. Прежде всего, наш проект носит значение преемственности поколений. То есть мы передаем свою память другим поколениям. Те младшие школьники, которые будут приходить сюда, будут видеть нашу работу и вспоминать своих предков. Этот проект не на одно лето, потому что мы будем поддерживать. Каждое лето будем поливать цветы, может подсаживать что-то новое, ну создавать какие-то новые идеи, может быть будем чем-то дополнять. Ну я считаю, что этот проект он актуальный, потому что мы увековечили память наших предков, ну погибших на Великой Отечественной войне. Проект «Память сердца» – это живой памятник героям, которые ребята создали с любовью и своими руками. Они будут поддерживать его и передадут более младшим ученикам третьей школы. В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году, и иммунитет, которым у россиян не сформирован, сообщает Роспотребнадзор. Продолжительность заболевания в среднем составит около недели, но возможно тяжелое течение болезни на более длительный период. На текущий педсезон за счет средств государства закуплено около 62 миллионов доз отечественной вакцины с актуальными штаммами. Бесплатно эту прививку получат группы риска – дети, пожилые люди, беременные. В августе сообщалось, что в новом учебном году заболевших детей не пустят в школы и детсады. В период подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ учебные заведения ведут процедуру утренних фильтров. На фестивале «Гнездово-2018» сотрудники уголовного розыска задержали клептомана. Подробности далее. В дежурную часть Смоленска поступило заявление от местного жителя о хищении имущества стоимостью 500 тысяч рублей с территории музея-заповедника «Гнездово». Сотрудники полиции выяснили приметы пропавшего имущества, зафиксировали улики, подробно опросили потерпевшего и возможных свидетелей случившегося. Заявитель пояснил, что участвовал в международном фестивале исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово-2018». Он выставлял в палатке самодельные предметы, которые не представляют исторической ценности. Металлический шлем, жилет, булава, топор, кулоны, кожаные сапоги. Я был в полном шоке, потому что, повторюсь, такого никогда со мной не случалось. Естественно, сразу я вызвал милицию. Приехали ребята, на месте меня опросили. Но, если честно, я даже и не рассчитывал, я уже мысленно с этими вещами простился. В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Смоленского района. Задержанный в содеянном признался. Он пояснил, что был посетителем выставки и распивал спиртные напитки с хозяином имущества. В ходе застолья злоумышленник обратил внимание на кожаные изделия и решил их похитить. Пока хозяин спал, он проник на территорию музея-заповедника и украл вещи. В отношении подозреваемого отделом номер 2 Следственного управления МВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи Уголовного кодекса кража. Похищенное имущество изъято в полном объеме и возвращено законному владельцу. Нарушителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Группа сенаторов разработала им не слав в Госдуму законопроект, запрещающий курение на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров от подъезда многоквартирных домов. Согласно документу, нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Законодатели считают, что ситуация, когда соседи или гости курят у входа многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пенсионеры, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, приходя к себе домой. В прошлом году сенаторы уже вносили законопроект о запрете курения вблизи подъездов, однако правительство не поддержало инициативу, отметив, что предлагаемое расстояние в 10 метров ничем не обосновано. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по вскрытию дверей два раза, по спелению деревьев один раз и один раз по установке баннеров. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 704 сообщения, из них 283 ложные, проконсультирован 421 человек. Поступило и отработано 4 просьбы от населения. В регионе резко увеличилось количество пострадавших от укусов клещей, почти половина из них дети. Это связано с очередной волной активности этих кровососущих и теплой для сентября погоды. Всего по данным регионального управления Роспотребнадзора с начала сезона эти опасные паукообразные покусали почти 1400 смолян, в том числе более 400 детей. Лабораторные исследования в 113 случаях выявили возбудителей опасных заболеваний, приводящих к тяжелым последствиям для здоровья людей и животных. Специалисты напоминают, что пик активности кровососущих продлится до заморозков и советуют во время прогулок на природе надевать плотную одежду и обязательно использовать репелленты. На стадионе детско-юношеской спортивной школы начался традиционный турнир по мини-футболу на траве, приуроченный ко дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Подробности далее. Удар, подача, створ, отскок – привычные термины для любителей футбола. Мини-футбол в этом плане ничем не отличается от большого. Удар по мячу – прием, требующий хорошей физической и технической подготовки игрока. Правильная техника отрабатывается на многочисленных тренировках. Это поможет уберечь игрока от лишних травм. Важно определиться, какой элемент применить и кому передать. Хорошие удары в футболе возможны благодаря своевременному принятию тактического решения, идеальному приему мяча и правильной технике. Вот уже четвертый год десногорские школьники отрабатывают и применяют эти правила, чтобы определить сильнейших футболистов. Цели и задачи всегда ставятся такие, чтобы привлечь ребят к занятиям физкультуры и спортом посредством мини-футбола на траве. Условия, в принципе, у нас всегда есть у нас хорошие. И желательно выявить сильнейших собой, ну а также кого-то присмотреть, что ребята могут прийти на секцию занятием футболом. Для футболиста важна способность набирать скорость, правильный подбор положения ноги, выработка ритма разбега и продолжение движения после удара. Однако главным героем матча зачастую становится голкипер. Именно от его работы и мастерства зависит, сколько мячей влетит в створ ворот. Вратарь – это фактически главный игрок, и на него нужна основная работа, потому что он отбивает мячи. А если бы все мячи летали в ворота, мы бы этого проиграли. В турнире принимают участие школьники с 11 до 17 лет в трех возрастных категориях. Игры проходят по круговой системе в каждой группе. Выявить сильнейшего не так легко, как могло бы показаться. Несмотря на юный возраст, команды проявляют недетское упорство и напряженную борьбу. Они не спешат уступать сопернику. Впереди еще финальные игры. И кто станет лучшей командой по мини-футболу на траве в этом году, пока сказать сложно. О результатах турнира вы узнаете из наших следующих выпусков. 15 сентября – Всемирный день чистоты. Это гражданский проект, цель которого объединить общественные институты, бизнес, муниципальное образование, государственные органы и СМИ в одну команду для очистки природы от отходов потребления. 16 сентября в Смоленске впервые состоится День крепости – акция по уборке территории возле башни Веселуха. Организаторами стали смоленские энтузиасты-добровольцы, которых поддержит региональное отделение агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. А в Десногорске 14 сентября в 9.00 состоится уборка на территории учебно-тренировочного комплекса «Скалодром». Приглашаем десногорцев не оставаться в стороне и присоединиться к наведению порядка. А теперь коротко о погоде. 14 сентября в Десногорске будет ясно – днем плюс 20, ночью плюс 10. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин